Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первое видео авторынок, и сегодня в нашем обзоре. Раз, два, три. Основной перчаточный ящик здесь довольно вместительный. На этом, собственно, всё. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока! Одним из тех классов автомобилей, которые до сих пор можно привезти без пробега по России из Японии, и сделать это за самые минимальные деньги на данный момент времени, являются кейкары. Компактные маленькие городские машинки с объёмами двигателя не более 0,7 литра и с определёнными ограничениями по габаритам. На родном японском рынке у таких автомобилей есть серьёзное конкурентное преимущество в виде налоговых послаблений. Владеть таким авто, грубо, дешевле, чем полноразмерным автомобилем. В России же, по сути дела, такие машины покупают либо потому, что бюджет очень сильно ужат, либо просто хочется компактной, городской, удобной в парковке авто. И сегодня речь пойдёт про одного из довольно примечательных представителей данного класса – Honda N-Wagon. Honda N-Wagon первой генерации появилась в 2013 году. Этот автомобиль выпускался по 2019-й. 2016-й год привнёс рестайлинг в жизнь модели. В нашем случае это 2015-й год выпуска, версия Custom, существенно отличающаяся от исходной базовой версии оформлением передней части. Вариантов двигателей здесь было всего 2. 0,7 литра в атмосферном либо в турбоисполнении. 58 и 64 лошадиные силы, соответственно. Коробка – вариатор, а привод – передний либо полный. В нашем случае это передний привод, атмосферник и 105 тысяч родного японского пробега. Габаритные размеры кейкаров, определяющих принадлежность той или иной модели к данному классу, регламентируются в Японии на законодательном уровне. Длина кузова Honda N-Wagon – 3,39 м, ширина – 1,47 м, а высота – 1,65 м. Колёсная база при этом составляет 2,52 м, радиус разворота небольшой – 4,5 м, а снаряженная масса – 840 кг. Диапазон значений и показаний толщиномера для заводского окраса у Honda N-Wagon составляет от 80 до 105 микрон. То бишь окрашен этот автомобиль довольно тонким слоем. Как и у большинства кейкаров, багажник у Honda N-Box на самом деле небольшой, но крышка багажника довольно-таки крупная и проем широкий. Для такого неширокого автомобиля – 90 см по средней части. Высота от фальшпола до крыши большая – 86 см. Ширина багажника по полу – 88 см. Длина багажника по полу – 45 см. Это при максимально сдвинутом назад сидении заднего ряда. При сдвинутом максимально вперед – 58 см. А при сложенных спинках для перевозки максимально габаритного груза длина по полу составит 1,33 м до передних сидений. Максимально длинный груз, который можно увести, уперев в переднюю панель – 209 см. Что касается удобств по багажнику этого маленького автомобиля, по сути, здесь есть только небольшой плафончик освещения. А под двойным фальшполом в данном случае скрывается очень глубокий бокс, куда можно поместить еще много разного рода мелочевки. Ну а под передней панелью фальшпола, в свою очередь, скрывается набор штатного инструмента. В данном случае запаски, естественно, нет. Ремнабор, герметик, баллонник, домкрат и буксировочная петля. Ну а теперь про салон. Honda N-Wagon, как и любой K-Car, предлагает огромное количество запаса по высоте для водителя практически любого роста. Да, кстати говоря, устроиться за рулем мне удалось достаточно оперативно. Напоминаю, рост 1,86 м, если кто забыл. Рулевая колонка здесь имеет регулировку по наклону. Причем, в целом, диапазон этой регулировки достаточный и разумный. Она регулируется ровно там, где надо. Не все даже более крупные модели могут подобным похвастаться. Переднее сидение у Honda N-Wagon – это, по сути, диван, состоящий из двух половинок. Подлокотник в данном случае предусмотрен на водительской стороне и пользоваться им сможет только один человек в силу его небольшой ширины. В данной комплектации у нас комбинированная отделка салона, боковушки здесь кожаные, центральная часть тканевое сидение полностью плоское и боковая поддержка на спинке здесь чисто номинально больше для визуальной составляющей. Диапазон регулировки водительского кресла по длине с поправкой на вертикальную посадку здесь тоже достаточный. Водители высокого роста за рулем устроятся. Само собой, говорить о наличии здесь большого запаса по ширине и пространства для локтей не приходится, хотя производитель попробовал предусмотреть здесь и этот аспект. На дверной карте есть довольно-таки ощутимая выштамповка под локоть. Другое дело, что не во всяком положении сидения в плане длины у вас получится ей воспользоваться. Сам подлокотник здесь из жесткой пластмассы, хотя дверная карта, как и на Honda Freed после первого рестайлинга, имеет тканевую отделку в верхней части. Стандартный блок кнопочек стеклоподъемников водительская с авторежимом, боковые зеркала здесь складываются и имеют регулировку. Справа от рулевого колеса у нас присутствует несколько вспомогательных клавиш, система стабилизации включения-выключения и автоматическое складывание боковых зеркал при выключении зажигания. Подрулевые переключатели у Envegan, кстати говоря, переключаются без каких-то дешевых пластмассовых щелчков с хорошим усилием, и они фиксируемые на рулевом колесе. Стандартные для Honda управление магнитолой слева и круиз-контролем. С правой стороны здесь бесключевой доступ, заводится автомобиль с кнопкой рядом с селектором коробки передач, климат-контроль автоматический, но однозонный есть дисплей, авторежим, и пользоваться им в целом очень удобно. Все клавиши тактильно различимы, и они достаточно крупные, промахнуться по ним не получится при всем желании, даже при езде по неровной дороге. Доминирующее положение по центру панели занимает, естественно, магнитола с дисплеем, на который выводится картинка с камеры заднего вида, и, как на всех остальных современных Honda, здесь тоже доступна опция выбора угла обзора этой самой камеры. Кнопка аварийки над дефлектором вентиляции вполне себе в досягаемости, так что благодарить, когда вас пропустили в потоке, здесь можно без каких-либо проблем. На этом, собственно, все. Стоит упомянуть еще комбинацию приборов. В данном случае у нас есть аналоговый спидометр и тахометр, крупная цифровка, все читаемо, центральное доминирующее положение на приборке как раз занимает спидометр, ну и запас топлива на борту вам покажет уже в жидкокристаллический дисплей. Указателя температуры, естественно, нет, его место занимает сигнальная лампа перегрева. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, центрального бокса здесь нет, соответственно, и отсека в нем тоже. Но на самой приборной панели есть несколько полочек, очень маленькая под реальную мелочевку над панелью климата, и чуть побольше в районе бардачка. По краям передней панели предусмотрены два подстаканника для водителей переднего пассажира, есть полка в ногах водителя под рулевой колонкой, куда можно, например, бросить мобильный телефон, есть выдвижной столик с максимальной нагрузкой 3 кг, и дополнительный третий подстаканник. Внизу располагается 12-ти вольтовая розетка и мусорная корзина, назовем ее так, ну, либо дополнительный маленький бардачок. Основной перчаточный ящик здесь довольно вместительный с учетом ширины салона, и может даже поспорить по объему с бардачками на некоторых более крупных автомобилях. А внизу дверных карт присутствуют узенькие длинные карманы, передняя часть которых расширяется, и вполне способна вместить в себя бутылку с напитком. По части обзорности все обстоит очень даже хорошо, с поправкой на то, что передняя панель у Honda N-Wagon для кейкара непривычно высокая. Капот, естественно, не видим, но его малая длина, этот момент компенсирует. Боковые зеркала крупные, пользоваться ими вполне удобно. Линия остекления низкая, плюс присутствуют дополнительные форточки на передних дверях. Автомобиль не крупный, с парковкой задним ходом проблем возникать не должно в принципе, плюс здесь предусмотрена камера, как мы уже упоминали. Что касается заднего сидения, в данном случае я сижу сам за собой, и задний диван придвинут в самое переднее положение. Места для ног остается немного, но оно есть. Я касаюсь коленями спинки переднего сидения, но не упираюсь в нее, а запас пространства для ступней под креслом весьма солидный. Хотя само сидение здесь низкое в плане высоты подушки, и бедро висит, по сути, в воздухе. Заднее сидение, само собой, полностью плоское, и три человека здесь не разместятся. Этого не предусматривает даже комплектация автомобиля ремнями безопасности. Здесь их всего два. Естественно, нет никакого центрального подлокотника, зато есть регулировка спинки по углу наклона. От практически прямого под 90 градусов вы можете менять наклон до вот такого вот лежачего положения. Продольная регулировка дивана осуществляется для всей ширины сидения сразу. Оно не делится наполовинки, и если отодвинуться максимально назад, то в автомобиле образуется поистине королевский простор. Здесь чуть-чуть не хватает места для того, чтобы ехать, закинув ногу на ногу, не задевая носком переднее сидение. Естественно, задние пассажиры Honda N-Wagon практически лишены каких бы то ни было дополнительных плюшек. Практически, потому что подстаканники для них производитель все же предусмотрел. Находятся они, кстати, в весьма удобном месте в передней части подлокотника задних дверей. Да, кстати, и само наличие подлокотника хотя бы под одну сторону в данном случае не может не радовать. А обусловлено это тем, что у Honda N-Wagon задние двери не сдвижные, а самые обычные распашные. Причем открываются они, кстати, на достаточно большой угол. Садиться в машину и покидать салон здесь удобно. Что касается двигателя, то под капотом Honda N-Wagon располагается мотор собственной разработки. Это S07A. 0,7 литра, если говорить про округленный объем и мощность 58 лошадиных сил, поскольку в данном случае это вариант атмосферного исполнения. С турбиной этот мотор будет выдавать уже 64 лошадиные силы. Крутящий момент здесь небольшой, но плюс-минус достаточный для такого легкого автомобиля. 65 Нм. По конфигурации этот двигатель представляет собой алюминиевую рядную тройку. Здесь два верхних распредвала, самый обычный впрыск топлива и, по сути, никаких особых заморочек технического плана. Объем заливаемого сюда масла также очень небольшой, около 3 литров, поэтому его замена не будет обременительной. Для атмосферного мотора масло желательно менять раз в 7 тысяч километров пробега. Для турбоварианта – почаще, раз в 5. Привод ГРМ в данном случае цепной, а гидрокомпенсаторов на моторе, само собой, не предусмотрено. В плане надежности атмосферный вариант не вызывает особых нареканий. Несмотря на маленький объем, этот двигатель вполне способен проехать свыше 200 тысяч километров пробега при должном обслуживании. В паре с ним работает и вариатор, который, по старой доброй традиции, компания Хонда не купила у стороннего производителя, а разработала собственноручно. И в плане надежности сочетание вариаторной трансмиссии с такими моторами, не имеющими слишком больших показателей крутящего момента, очень даже обнадеживает. 250 тысяч плюс. Клиренс у Хонды НВГ по каталогу для переднего привода составляет 150 миллиметров. Низшая точка находится под защитой моторного отсека, но расстояние до нее идентично таковому до резинового брызговичка под бампером, а это всего 13 сантиметров. До порога за передним колесом 15 сантиметров. Задняя часть порога выше 18. Край заднего бампера находится на расстоянии 25 сантиметров от асфальта. Здесь абсолютно ничего не свисает ниже этого габарита, плюс задний свес фактически отсутствует. Что касается ходовой части, то подвеска у Хонды НВГ весьма примитивная. Передняя подвеска типа Макферсон. Шаровые опоры в данном случае меняются по задумке производителя только вместе с рычагами. Стабилизатор поперечной устойчивости здесь присутствует. Это, кстати, довольно-таки серьезный плюс, несмотря на особо малый класс автомобиля. Расположен он сверху на подрамнике, но доступ к его укреплениям для замены втулок здесь все же имеется. Рулевая рейка электрическая, а по части антикоррозийной обработки днища классическая картина для машин внутреннего японского рынка. Здесь только шовный герметик и в очень ограниченном количестве нанесен антикор. Для эксплуатации в условиях регионов, где в ходу антигололедные реагенты, такую машину крайне желательно дополнительно обработать. Топливный бак у этого автомобиля располагается в базе практически под передними сидениями. Сам бак здесь пластиковый, его объем 30 литров. А вот его заливная горловина выполнена из металла. Она длинная и располагается под днищем без какой-либо дополнительной защиты. Поэтому на возрастных автомобилях, скорее всего, могут встречаться и моменты, связанные с ее коррозией. Задняя подвеска автомобиля в случае с передним приводом будет самая обычная. Это балка, два сайлендблока, амортизаторы и пружины. Выходить из строя особо нечем. Амортизаторы и пружины стоят отдельно друг от друга. Задние тормоза у инвегана, естественно, барабанные. Антикоррозийные защиты в задней части чуть-чуть побольше изначально, чем спереди. А вот что стоит иметь в виду будущим владельцам подобного автомобиля, так это то, что если вы поставите сюда автозапуск, и автомобиль будет зимой при низких температурах заводиться, например, по таймеру, время от времени вам придется выходить и прогазовывать машину, чтобы конденсат из трубы не перехватило. А изгибов выпускного тракта, где это может случиться у данной модели, достаточно. Плюс сама труба очень небольшого сечения. На сегодня это все. Если наш обзор оказался вам в чем-то полезен, понравился, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Если у вас был или есть подобный автомобиль, на котором вы накатали, достаточно, можете поделиться своим опытом владения в комментариях. Другим зрителям канала ваш опыт может оказаться интересен и полезен. Ну а если заинтересовал конкретный экземпляр на подъемнике, напоминаем, это атмосферник передний привод 2015 год, версия Custom пробег по Японии 105 тысяч километров. То всю дополнительную информацию уточняйте по телефону. Телефон в описании, на нем же есть WhatsApp. Пишите, звоните, задавайте вопросы. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!